Эта тренировка помогает лучше чувствовать коллег. Пока труппа прогоняла предстоящий спектакль, педагоги Гитиса Андрея Гоняна и Галина Дубровская дали мастер-класс актерам Староскольского театра. Например, ритмичность развивали хлопками. Задание непростое – передать атмосферу кориды и настроение Парижа. Стандартный набор упражнений всегда полезно освежить в памяти. Мы привыкаем к чему-то, к одному языку. Тут приезжают люди, которые занимаются педагогией, у них открытие было, что оказывается есть на периферии артисты. То есть они открывают, мы открываем, это все взаимосвязано, это очень хорошо. Мария Лысенко пришла на встречу в том числе для консультации. Девушка мечтает продолжить актерскую династию. Сейчас готовится к поступлению. Я все еще чувствую, что во мне есть некоторая скованность в движениях, поэтому нужно учиться именно распределяться по сцене так, чтобы это выглядело весьма не карикатурно и не дерганно, не ломанно. То есть весьма антуражно, я бы сказала так. А так, в принципе, упражнения достаточно классные. Все эти переживания далеко позади, у без пяти минут дипломированных актеров. Выпускники ГИТИСа играли лес по Островскому. Размашисто с фантазией. Спектакль длился три с половиной часа, но скучать зрителям не пришлось. Современное прочтение классика смотрели на одном дыхании. Со слезами. Она предоставила мне своего единственного сына. Мальчик, как вы видите на воздухе. Да, солдаты годятся. Не сидите по наружности. Роль, она растет всегда с каждым спектаклем, пока играется спектакль. Всегда приходит новый зритель, всегда это новый диалог. И ты всегда проверяешь, работает ли то, что ты наработал на процессе репетиции. Очень достойно на самом деле. Очень эмоционально, весело и интересно. Выпускники дали уже 30 выездных спектаклей. Это, пожалуй, один из самых важных этапов подготовки дипломной работы. Елена Чурилова, Никита Дереглазов. Такой день на мире Белогорья.